Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня хочу предложить вашему вниманию связать очень известную, в принципе, это уже многократно перевязанную, такую сухую мушку, как комарик. Мы сейчас с вами закрепили крючок 16 номер фирмы Strike. Вот такой. Вот. И я изготовил глазки и закрепил усики. В качестве тела, основного элемента задней части нашего муравья, мы будем изготавливать вот из такого материала, довольно-таки хороший, черного цвета. Закрепим его здесь, у загиба, не доходя буквально пару миллиметров. подхватываем и вот так проматываем. Следим за тем, чтобы мы не зашли за нашу пленочку. нить отводим там, где у нас будут изготавливаться наши лапки. И теперь, как обычно, берем вот так, подкручиваем наш материал, не отпускаем, и здесь же формируем заднюю часть нашего муравья. мы с вами изготовили заднюю часть. Я закрепил из остатков пера вот такие два крылышка, которые смог подобрать. И, как положено, у муравья должна быть небольшая вот такая вот талия. Мы здесь останавливаемся. Нам необходимо будет изготовить с вами небольшую имитацию лапок. Я беру вот так аккуратно, стараясь не повредить нашу пленку. Увожу ее назад. И здесь я буду крепить, вот я нашел такое перышко, даже вот с шеи петуха китайского. Закрепим и сделаем обмоточку, имитацию наших лапок. Но прежде чем мы с вами будем изготавливать дальше имитацию лапок, нам необходимо будет или вот такого оттенка серого, или вот такого вот черного даббинга, потому что полипропилен, который мы изготавливали, основное тело, у нас, как говорится, немножко грубый, и мы не сможем нормально выполнить здесь работу. Поэтому я возьму даббинг CDC. Изготовим грудку и выполним ножки. Изготовили лапки. И вот такой наш муравей, который довольно-таки уловистая приманка. Изготавливается очень просто, из подручных материалов. Готов. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует...